друзья я вас приветствую меня зовут алексей и сейчас хочу показать вам как я ремонтирую передние стойки случилась такая беда начался скрип передней части автомобиля сейчас покажу как это скрипит и будем заниматься ремонтом погнали вот ребята вот такая honda crv r e3 2008 года ноты скрип где-то вот в этом месте начался так сейчас попробую показать будет слышно не будет ну примерно такой скрип сейчас будем снимать колесо снимать стойку и под замену пойдет верхняя опорная чашка стойки ребятам опорная чашка верхнюю стойку вот это видимо опорный подшипник вот сама опора металлическая и внутри стоит резина и вот видимо она скрипит будем или меня кстати ребята чтобы вот снять вот здесь вот защиту чтобы добраться до чашки нужно поставить дворники вот в такое положение как это сделать включаем зажигание включаем дворники и когда дворники доходят заверху выключаем зажигали все очень просто ну вот так вот должно как-то получится открываем капот снимаем вот эту загрузку снимается легко вот здесь вот получается вот одна гайка вторая гайка третья гайка четвертая ну и пятая соответственно ну их пока трогать не будем снимаем сначала колесо домкратим снимаем колесо дальше покажу что ребята обязательно ставьте наручник и подставляйте упоры под задние колеса тупо так как до harvest подкладываем 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 и все так сейчас нам нужно открутить тормозной шланг освободить стойку верхнюю головку стабилизатора про сторон народе и линька и провода bs отсоединяем аккуратненько защёлочка такая клипсика провод отсоединили с ключиком на 12 откручиваем шланг тормозной шланг открутили в сторону болтик на место чтобы не потерялся нужно еще открутить линьку вот линьку открутили сейчас мы ее освободим и откручиваем вот гайка гайка болт вот гайка болт два штуки внизу еще один внизу вверху две гаечки откручиваем выбиваем болты и освобождаем стойку и она у нас останется висеть только на верхней чашке мы будем верхнюю чашку откручивать ребята научился я с этими гайками отдавал сервис стойки вот они меняли новые ставили стойки и затянули для такой степени я вот таким удлинителем трубой я кое-как сорвал эти гайки зачем так тянуть для чего я не понимаю это же не советские гайки с болтами которые раскручиваются японские были у меня слов нету еще замечательно крутится вот стоечка отошла друзья пришлось мне линьку снимать целиком не смог я его выдрать с верхнего уха пришлось на стабилизатора снизу откручивать отжимать сначала снизу снимать потом сверху вытаскивать вот здесь внизу в принципе все работы уже сделаны переходим наверх и откручиваем саму стойку вот так друзья здесь головкой на 14 отворачиваем эти пять гайков наверно тоже затянули край вот если бы мы дворник бы не подняли вот так вот к этой гаечке доступ был бы ограничен так легко и просто крепим резьба здесь мелкая крутится долго Главное её туда вот не вронить, значит трудно будет достать. Ну вот открутили мы стоечку. Всё, стойка у нас упала. Извлекаем её отсюда. Аккуратненько, чтобы не оторвать ничего. Проводки вот эти вот. Вот стоечка. Давай заглушечку. Ну всё, сейчас стягиваем стяжками. Откручиваем вот эту гайку и разбираем стойку. Ну вот, друзья, стянул я пружинку. Вот появился такой слабина, лёгкий такой. Сейчас будем отворачивать. Вот, кстати, скрип. Наверное, не слышно. Он скрипит. Сейчас будем отворачивать эту гаечку. Друзья, вышла загвоздка. Вот эту гайку отвернуть не могу. Потому что нужен вот такого образца ключ. Этот у меня 14 на 15. Нужен на 17. То есть здесь нужно держать шестигранником внутри сам шток и отворачивать ключом. Головка этой не предоставляется возможности. А простой рожковый ключ на 17 просто туда никак не влазит. Уже позвонил другу. Сейчас друг подвезёт. Ключик такой. Будем отворачивать. Дальше заниматься ремонтом. Вот, друзья, открутил. Вот таким ключиком. Ну вот, друзья, собрал я стойку. Уже поставил. Осталось пылесо поставить. Сейчас покажу, в чём разница была старой чашки и новая чашка. Вот, друзья, смотрите. Вот новая чашка. И вот старая чашка. Вот здесь вот вот расстояние такое. Вот это вот шайба. Она просто туда продавилась. Вот на этой чашке. Видите, тут даже расстояния нет. Всё. И вот она гуляет сама по себе. Она даже так вот прокручивается. Я не заморал всё наверняка. Саша, ребята, если будет скрип, знаете, в чём дело. Завтра буду менять со второй стороны. Сегодня уже поздно. Вот это, на вторую сторону. Чашка. С подшипником. Ну всё, ребята. Удачи. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Комментарии пишите. Всем добра. Пока.